МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Филиппов покинул должность первого заместителя генерального директора Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. В июне 22-го года Сергей Филиппов стал директором Самарского академического театра драмы. Он фактически руководил двумя театрами. В октябре 23-го года пост генерального директора Самарского театра оперы и балета заняла Наталья Макарова. Сергей Филиппов был назначен первым заместителем генерального директора. Теперь Сергей Филиппов сконцентрируется на руководстве Самарским театром драмы. На территории микрорайона Южный город завершили строительство новой автомобильной дороги. Об этом сообщили в Министерстве строительства Самарской области. Строительство четвертого этапа автодороги с дождевой канализацией и локальными очистными сооружениями стартовало в ноябре прошлого года на территории седьмой очереди застройки жилого района. Общая протяженность объекта составила порядка 1200 метров. В целях безопасности дорожного движения на автомобильной дороге установили освещение, светофоры и дорожные знаки, оборудовали бордюры, пешеходные переходы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Цитата. «Уважаемые работники энергетического комплекса Самарской области, примите мои самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником». Конец цитаты. История региональной энергосистемы насчитывает уже более 9-ти десятилетий. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, она выросла до мощного энергокомплекса, который является сегодня базой для развития промышленности и успешной реализации инициированных президентом России Владимиром Путиным национальных проектов, основой обеспечения энергобезопасности нашего региона. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем приняли участие члены федерального правительства, руководители министерства и ведомств и ряд глав субъектов страны. Самарская область представлял губернатор Дмитрий Азаров, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению культура. Повестка была посвящена итогам исполнения поручений данных главой государства на заседании Совета год назад, как части системной работы по достижению национальных целей развития страны. Такая сверка часов, которая проводится в конце года регулярно, важна, как считает президент, прежде всего для принятия конкретных управленческих решений, по направлениям, которые требуют особого внимания, и в том числе концентрации дополнительных сил, средств, ресурсов как на федеральном уровне, так и в регионах. Руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области снова назначена Каткова Виктория Анатольевна. Спортсменом года в России стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. В опросе участвовало полторы тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен. Так Романа Костомарова назвали 8% опрошенных. Второе место заняла фигуристка Камила Валиева. За нее отдали 5% голосов. По 2% набрали хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, а также фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова.